Доходных самоуправлений перечисляет сумму почти в 53 миллиона латов в так называемый фонд выравнивания. А потом его чиновники перераспределяют деньги в те латвийские города, у которых нет больших доходов. При этом государство остается как бы в стороне. В проблеме разбиралась наш корреспондент Ирина Нежина. Донорство Риги можно сравнить с вполне бытовой ситуацией. К примеру, кто-то живет в многоквартирном доме, трудится и его доходы позволяет сводить концы с концами. А сосед из другого подъезда потерял работу и требует, чтобы этот более успешный квартиросъемщик покрыл его расходы на жилье. Да еще в ситуации, когда грянул экономический кризис. Да, конечно, Лудза не Рига и не имеет равных возможностей по привлечению инвестиций. Нельзя же на этом основании ободрать столицу как липку. И здесь помощь, конечно, должно оказать прежде всего государство. Министерство финансов в связи с бюджетом просто не хочет увеличить, как это было планировано при предыдущем правительстве, увеличить государственное финансирование в этот фонд. То есть государство оставляет 7 миллионов, было предложение на 14 миллионов. Если государство не вкладывает свои средства, то это средство отбирается от более богатых и отдаётся более бедным. По сути, государство прячет голову в песок, подобно страусу, когда нужно помочь латвийским регионам. По мнению депутата столичной мэрии Михаила Каменецкого, правительство нашло деньги на строительство национальной библиотеки, но уклонилось от какой-либо помощи при возведении Южного моста. При этом сами рижане вовсе не катаются как сыр в масле. Не хватает средств на поддержку малообеспеченных, образование, безопасность. При этом год назад нынешний мэр Риги и Янис Биркс не стал защищать интересы рижан. И более того, под политическим давлением однопартийцев предложил увеличить взнос Риги ещё на 30%. Мышление депутатов самоуправления должно быть направлено на выполнение обещаний своим избирателям и на решение проблем своих избирателей. И когда все самоуправления будут решать проблемы своих избирателей, тогда, может быть, кто-то наверху в правительстве сможет принять действительно правильно государственное решение. Столица давно уже стала тем местом, куда на работу ездит много жителей из Рижского района – Гаркалны, Баложи, Кековы. Но налоги они платят своим самоуправлением. Они также пользуются и столичным общественным транспортом. А дотации Рига-Сатексмы отчисляет опять же Рига. Между тем, отданные миллионы из столичной казны могли бы без труда решить проблемы строительства детских садов, улучшить техническое состояние многих школ, обеспечить квартирами тех, кто в них нуждается. Ирина Нежина, Олег Горящев, Айнер Скрауклис, Первый Балтийский канал.